Тихон, Тимофей, Филипп Дзятко 3 Мы начинаем программу Дзятко 3 заново. Будем считать, что первые две части были попытками пошутить на темы, на существующей окружающей нас реальности. Получилось ли или нет вам судить? Судя по всему, первая часть была менее понятна, но это была такая шахматная партия, которая... Спасибо, что объясняете, Тимофей. Позвольте мне два слова в свои две копейки. Шахматная партия с не очень понятными правилами, но с известным результатом, что на финишной прямой окажется Путин, ну, уже фактически окажется Путин, Прохоров, Жириновский, Зюганов, Миронов и прочие симуляторы. Вообще, надо сказать, что если можно, конечно, много шутить про наблюдателей, но будем откровенны, возможно, история с наблюдением на выборах, которая нам всем предстоит, 4 марта, вероятно, одна из самых важнейших в ближайший месяц, полтора. Не случайно, действительно, Явлинскому не дают зеленый свет, и он не будет участвовать в этой президентской гонке, если ее можно назвать гонкой, а не татанем на месте. А не шахматной игрой с известным результатом. Ну да, или так. Даже заранее известным результатом. Или так. И прочее. Ну, не случайно в том смысле, что у Явлинского очень много и хорошо подготовленных людей, которые умеют работать и наблюдать. Не могу не прорекламировать последний номер журнала «Большой город», в котором напечатана, собственно говоря, инструкция, как стать наблюдателем на выборах. Наверное, это один из важнейших навыков, который стоит освоить. Благо, что он не очень сложный. А я не могу не прорекламировать нашу страницу в Фейсбуке, «Дзитко-3», на которой у нас было голосование. Голосование по поводу того, пойдете ли вы на президентские выборы наблюдателем, неважно от кого. Валенатов ответа было изначально всего два, но появились такие, как «надо бы», «нет», в смысле «надо бы», «не знаю» и вот со всеми стороны «буду в комиссии». Вроде бы да, но почему-то в таком прелегированном положении. Надо голосование, я отвечу. Ну, как ни странно, результатов, для меня кажется, мало. Мало бы проголосовал людей, хотя мы повесили это еще во вторник. «Да», ответили 117 человек. «Надо бы», то есть, видимо, «да», 51, считая, в общем, под 200 человек сказали, что будут. «Нет», сказали 41. И дальше, вот не знаю, 15, буду в комиссии, двое. То есть, ну, фактически 200, да. Я думаю, что люди, которые... 40 нет. ...которые собираются, они, конечно же, отвечают на вопросы, а те, что не собираются, не отвечают на этот вопрос. Поэтому так немного людей, которые ответили «нет». То есть, одним словом, ты хочешь сказать, что из 4 миллионов наших зрителей 200 тысяч пойдут, а остальные, соответственно, миллион... Да, да, да. Нет, 3 миллиона 500 не пойдут. Я думаю, что этим 1 миллион 800 тысячам стоит пересмотреть свою позицию, просто потому что раз Ласси так боится наблюдателей. Вот, например, на этой неделе... Не, например, история с Путиным, нет, правда, со штабом Путина... С штабом Путина? Нет, стоишь со штабом Путина, она показательна, что от штаба Путина нельзя каитоваться. Ну, бред. Ну, и слава богу. Нет, ну, просто было бы действительно смешно, если бы наблюдать от Путина. А Путина это не нужно. Ну, да, это понятно, почему не нужно. Гораздо драматичнее история с... Сорганизация «Голос», которая в очередной раз... А, отключает свет. Да, литературная газета гениальная написала им, что как раз на время проведения выборов, то есть с начала марта и там до середины марта у них не будет работать свет и вообще их выселят. Сейчас приютил общественный центр мемориал правозащитный, но уже сегодня стало известно, что полиция с собаками приходила в общественный центр мемориал, чтобы выяснить, ничего ли там не случилось. Не, ну, детский сад, правда. Якобы случилось то, что кто-то оставил пакет с чем-то очень странным, рядом с мемориалом. Очевидно, что эта история связана с «Голосом», очевидно, что власть очень боится и организацию «Голос», и вообще всех наблюдателей на грядущих выборах. Не, ну, на мой взгляд, это такая агония. Вот то, что было по НТВ, по другим федеральным каналам, Мочилова, Алексеева и Навального и других оппозиционеров, зачем это делать? Почему им сейчас за них взялись? Ну, просто ребята понимают, караул, надо что-то делать, надо как-то... Это общественную волну сбить и загасить. Надо сказать, что технология этих действий... Мне кажется, кстати, у нас получилось лучше, чем у НТВ. Не думаю. Ну, например, историю хотя бы про Акунина они придумали. Когда я увидел рекламу книг Акунина, правда, а идей на поверхности, почему они не придуманы? Ещё придумывают, не дай бог. Надо сказать, что у НТВ эта история делается уже не первый год. И то, как они делают это сейчас, похоже на пародию уже на со мной и себя. Ну да. Это очень странно. Не, ну на коленках просто делано и всё. То есть это технологии из прошлого века. Слава богу, что они настолько беспомощны, эти технологии, и люди, которые их делают, наверняка сами не очень верят в то, что... Что они делают. В то, что они делают. Это закончится... Должно закончиться чем-то положительным. Хотя бы... Есть ещё немаловажный факт. То, что сегодня открылся Давос, экономический форум в Давосе, швейцарском Давосе. И там была традиционная секция Russia Outlook. То есть, в общем, взгляд на Россию. Там много всяких высших чиновников. Например, там был Игорь Шувалов, вице-премьер. Такой, который считается сейчас очень могущественным. Алексей Кудырин, бывший министр финансов. Там была дискуссия. Дискуссия началась с того, что отпустит ли... Будет ли в первые месяцы после назначения Путина, в случае его победы на выборах, в этом мало кто сомневается, отпустит ли он Ходорковского. На что Шувалов сказал, что он думает, что нет. Что это как бы... Не нужно заниматься популизмом. И что там... Ну, как бы посмотрим. А Кудырин же сказал, что я думаю, в первой неделе или месяце он это сделает. И, соответственно, нету единства в окружении Путина. А Путин подчеркнул, что Кудырин остается в его окружении, как бы его Медведев не уволил отовсюду. И, то есть, вот есть такие постоянные дискуссии. Понятно, что их шатает. То есть, Путин, да, он такой прочный, говорит, что вроде того, что оппозиции ничего не могут предложить, люди, выходящие на улице, это ничего не значит. Главное, это цифры. Он как бы стоит на своем. Предложите что-то взамен. Вот вы нас критикуете, предложите что-то взамен, и говорите, что ничего не видит взамен. Согласен. А тут видно, что у них такой разброд и шатание, что они даже по теме Ходорковского такой набившейся москомен не могут говорить. Я понял твою мысль. Я хочу сказать следующее, рассказать про следующее. Как известно, один из главных итогов этой недели, это то, что шествие оппозиции в Москве 4 февраля согласовано. После долгих привлеканий, наконец, мэрия дала добро. Это, безусловно, замечательная вещь, потому что, что могло случиться в обратном случае, в противном случае совершенно не сложно себе представить. Люди бы все равно вышли, и это была бы провокация на провокациях. Слава Богу, что все происходит так, как происходит. Здесь я хочу одну вещь сказать, как раз по поводу шествия. То, что, опять же, вот для, как бы, в копилку тех, кто... Копилку против тех, которые говорят, что все это чепуха, вот вы уходите на митинг, никакого результата. Как вчера шли переговоры. То, что описано в Фейсбуке, ну, те, у кого нет Фейсбука, кто это не успел прочесть. У зам мэра Горбенко, у которого обсуждался митинг, шествие, вернее, будет, не будет, он долго склонился к тому, чтобы запретить. И, в общем, или там пройти по какому-то неудобоваримому маршруту. Тогда, если я ничего не путаю, то есть Сергей Пархоменко показал пост Варе Туровой, Варваре Туровой, которая написала, что вот все запрещают, я все равно пойду. Что бы ни было, очень эмоциональный такой пост, но Варя, правда, в этом смысле молодец. И говорят, что когда Горбенко это прочел, он просто взялся за голову и согласился. Отличная история, которая в лишний раз подтверждает то, что если требовать и доказывать правомерность своих требований, можно много чего добиться. Я хочу делать короткое информационное сообщение, а именно, что в тот же день, 4 февраля, состоится концерт под названием «За вашу нашу свободу». Благотворительный концерт, которым участвуют Юлий Тим, Алексей Кортнев и Виктор Шандерович. И, собственно говоря, всем предлагается пойти на этот концерт. Он будет проходить в 7 часов на Цветном Баливане. Ну, то есть после митинга, там вот еще учебение, митинг заканчивается в 5, если я ничего не путаю, шествие, а потом митинг заканчивается в районе 5-6. Прекрасный политический день. Да, хорошее завершение дня. В нашем же случае хорошее завершение эфира, такого необычного, без Тихона, но, при этом, надеюсь, Тихон присоединится к нам в следующий раз, в следующий четверг 23.00 на телеканале «Дождь». Увидимся в программе «Дзитко-3». Спасибо и всего доброго. Всего доброго. Тихон, Тимофей, Филипп. Дождь «Дзитко-3».